СНЕПЕР ФИЛМС СНЕПЕР ФИЛМС СНЕПЕР ФИЛМС В Хэмстаде регулярно происходят дерзкие ограбления и кражи со взломом. Городские власти и полиция ничего не могут сделать, чтобы остановить волну преступлений, которая захлестнула наш с вами любимый город. Когда люди смогут спокойно спать? Единственная зацепка, которая на данный момент есть у полицейских, это пара желтых перчаток, в которых был главарь воров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВИНСКИЙ И ПОРОШОК НЕВИДИМКА ВИНСКИЙ И ПОРОШОК 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 Я слышала что... Мне надо приготовить 15 тортов. Но, э-э, сегодня ведь мой... ПОСЛЕДНИЙ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ. Я знаю, мой милый. Может быть, тебе лучше рубашку надеть? Я так поеду. Нет, лучше надень. Это обязательно. Обязательно. Хемстед накрывает очередная волна дерзких ограблений. Привет! Привет, Юса! Эй, Вински! Встань в таз! Ты, наверное, шутишь? Ну что ж, молодец, Роза. Это был отличный доклад. Ты хорошо поработала. Молодец. Спасибо большое. Вински? Похоже, у него дома наводнение. Или он описался? Юса! Вински, постарайся быть собранней. Тогда твои результаты будут лучше. Ладно, постараюсь. Так, держать! Продолжим. Юлия! Эй, Вински! Хочешь поиграть с нами в футбек? Да, почему нет? Только с одним условием. Ты должен принять душ. Эй, оставь его в покое. Роза, не лезь. Лучше в куклы поиграй. Это лучшее, что ты смог придумать, Юморис. Точно. Закрой свой рот! Приготовься принять душ! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Свяжитесь с нами, если хотите чувствовать себя от безопасности. Возьмите наш купон. Привет. Добрый день. Добрый день. Интересная форма у почтальонов. Я не почтальон, мадам. Но у меня есть для вас очень хорошая новость. Я Антарон из фирмы Аохрана. Доставляю торт. Я это уже заметил. Домашняя охранная система не интересует. Я могу вам сделать хорошую узкую. Нет, у нас довольно безопасный город. Я в этом не уверен. Вы вообще смотрите телевизор? Газеты читаете? Они обожают все преувеличивать. С этим не поспоришь. Я не буду вас задерживать, но если вы передумаете, я буду рад вам помочь. Если захотите обезопасить свой дом, мы обслужим вас в первую очередь. Подумайте. Это важный вопрос. Само собой. Конечно, сэр. Мам. Привет. Что с тобой случилось? Да я упал. А где мой праздничный торт? Извини, я совсем забыла про твой торт. Но я приготовлю его прямо сейчас. А ты бы какой хотел? Творожный, шоколадный? Только скажи. Лучше мороженое. Что? Ты, наверное, устала уже торты готовить. Ты лучший в мире сын. Извини. Купи мороженое, а заодно пластырь и дезинфицирующий раствор. Хорошо. Аптека закрыта. Открыта. Открыта. Есть кто-нибудь? Добрый день. Ау? Добрый день. Привет. Как жизнь в Винске? Как вы узнали мое имя? Городок маленький. Все друг друга знают. Вы открытый или нет? В смысле? Табличка перевернулась. С велика упал, да? Мне нужен пластырь, а еще этот. Дезинфицирующий раствор? Точно. Ну что ж, следуй за мной. Как щиплет? Щиплет. Ну вот, порядок. Сколько я вам должен? Нисколько. Забудь. Мама сказала мне купить пластырь и этот... Дезинфицирующий раствор? Да. Нет проблем. Может быть, еще что-нибудь? Нет, это все. Ну тогда хорошего тебе дня, Вински. А что случилось с вашей табличкой? Она... А я уж было подумал, что ты никогда не спросишь. С ней ничего не случилось. Хочешь узнать один секрет? Это невидимый порошок. Что в этом смешного? Невидимый порошок? Именно. Он делает человека невидимым, а также придает ему способность проходить сквозь стены, если он этого пожелает. А вам случилось сквозь стены проходить? Сквозь стены! Куда вы делись? Я был здесь. Ого! Лучше не скажешь. Можешь попробовать, если хочешь. Итак, ты должен сказать волшебные слова и топнуть ногой. Но помни, нельзя оставаться невидимым слишком долго, иначе могут быть побочные эффекты. Сквозь стены! Я стал невидимым? Конечно. Чтобы снова стать видимым, скажи слова в обратном порядке и топни другой ногой. А теперь попробуй выйти через стену. Винске! 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 Кур game, вы всегда есть последний fabulous сутки! Сутки! Порошок, и... Я... Стой! Ваш порошок дурацкий! Да? Что, порошок не сработал? Или ты забыл волшебные слова? Он сработал, но... Надеюсь, ты понимаешь, что это наш с тобой секрет, который никому нельзя рассказывать. Я не хочу быть невидимым. Порошка немного осталось. Его надо использовать для важных целей. В этом городе есть немало проблем, и тот, кто может использовать порошок, способен их решить. О чем вы говорите? О предотвращении ограблений. Вот и займитесь. Я слишком стар для таких дел. Этот порошок может сделать человека невидимым, но других сверхспособностей... Из-за вашего порошка Юса меня побил! Ищите других помощников! С днем рождения тебя! Загадай желание и дуй. Что, загадал? Если я тебе скажу, ничего не сбудется. А? Я надеюсь, ты знаешь, что я люблю тебя всем сердцем. Хоть я и забыла, какой сегодня день. И знаешь, мне очень жаль, что так получилось. Знаю, мам. Слушай, у меня появилась идея. Завтра, когда я доставлю торты клиентам, мы с тобой можем куда-нибудь вместе сходить. Давай. Супер. Когда доешь свой торт, прежде чем лечь спать, выдави на щетку немного зубной пасты и хорошенько почисть свои зубки. Вот так. Договорились? Хорошо. Я спустилась в магазин и увидела, что все украдено. Вы слышали что-нибудь? Нет, я крепко спала. А мальчик? Страховка у вас есть? Весь ущерб она не покроет. Теперь множество праздников будет сорвано. Но почему я не купила сигнализацию? Мне очень жаль. У нас не хватает сотрудников. Нашему городу нужен супергерой, который остановит этих наглых преступников. господин аптекарь. Господин аптекарь. Ведь с кем? Я хочу использовать порошок, чтобы обрести невидимость. А зачем это тебе? Для того, чтобы стать супергероем. Можешь объяснить, почему ты хочешь стать супергероем? Подумай, как следует. Чтоб помогать людям. Это хороший ответ. И что я должен сделать? Всему свой черед. Сперва нам нужно кое-куда сходить. Инкогнито. Это как? Это означает, что нас не увидят. Сквозь земли! Судан. Привет. Осторожней. Ой! Первый закон невидимости. Тебя никто не видит. Но тебя могут услышать. Так что... После прохождения сквозь стену у меня иногда кружится голова. Это один из немногочисленных побочных эффектов невидимости, так сказать. Поэтому не следует слишком часто проходить сквозь стены. госпожа Наратери. Самый богатый человек в Хэмстоне. Она владеет половиной города. Говорят, что у нее дома полно драгоценных камней, золота, денег и прочих ценностей. Мы что, будем помогать разным богатым людям? Нет, мы будем помогать всем, кому нужна помощь. Хотя у этой женщины есть свои помощники. Ладно, не будем терять время. Спасибо, что так быстро откликнулись. Нет проблем. Наш долг помогать людям. Да. Лучше быть защищенным, чем думать, что ты защищен. Поверьте. Я в этом убедилась. Вы уже определились, какой пакет заказать? Может, вам больше подойдет расширенная нестандартная? У меня не хватит денег на расширенный. Думаю, нам стоит это обсудить. Главное, это безопасность. А это что за развалина? Между прочим, это мой дом. То есть, это был мой дом. Он не всегда был таким. Похоже, вы очень старый. Это правда. А здесь у вас очень жарко. Да, это из-за больших окон. Так, я уже в целом закончил. Осталось ввести правильный пароль. Подойдите, пожалуйста. Давайте ваш палец. Вот так. Теперь датчик движения работает. Сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть. О! Это вас точно разбудит. Уверена, что разбудит. Теперь введем тот же код. Есть. Ну, как вам? Супер. Это точно отпугнет воров. Только вот как их поймать? Если хотите, то я установлю устройство, которое повестит полицейских бесплатно. Я не против. Вы не проголодались? Я могу угостить вас апельсиновым соком со свежей выпечкой. Я не откажусь. Супер. О, извините. Здорово! Значит, теперь это будет наш штаб? Именно. Это будет наш секретный штаб. Идем наверх. Давно здесь в последний раз убирались. Вот, смотри. Что скажешь? Это все ваша работа? У пожилых людей много свободного времени. Видишь эти флажки? Да. Я все систематизировал. Красными отмечены ограбленные дома, синими магазины и предприятия, а зелеными дома, которые, скорее всего, будут ограблены. Одной булавки с флажком не хватает. Где? Вот здесь. это кондитерская Криста. Прошлой ночью там произошла кража со взломом. А еще какие-нибудь дома на этой улице были ограблены? Насколько я знаю, нет. Так, я понял. Этой ночью преступников будет ждать большой сюрприз. Какой сюрприз? Неужели ты не понял? Ты будешь сюрпризом. супергерой? Как думаете, где преступники нанесут свой следующий удар? У меня есть теории, но мы не можем находиться в семи местах. И что будем делать? Знаешь, это как в шахматах. Игрок должен думать на два хода вперед, понимаешь? Я не уверен, какой дома не ограбят следующим. но у них есть лишь один путь отхода через улицу Хетер. Вы давно здесь живете? Нет, не очень. Ясно, я тоже. Я выросла здесь, но потом жила в другом месте. Это очень милый городок. Но скучноватый, так ведь? Зачем вы вернулись? Я развелась с мужем и решила переехать сюда вместе с сыном. А потом уже здесь я научилась пить. Их хорошо научились. Спасибо за комплимент. У вас есть сын? Да, Винский, ему 10. А где он сейчас? Сейчас каникулы, он где-то гуляет. О, ясно. А у вас дети есть? К сожалению, еще нет. Я холост. Ясно. Надо же. Мне пора ехать. Конечно, конечно. У вас есть мой номер. А у вас есть мой. Раду познакомиться. Взаимно. Спасибо вам. Теперь я чувствую себя спокойнее. Пока. Пока. Мы уже целых восемь часов здесь сидим. Мы тут всего 17 минут. Между прочим, супергерои не ходят в туалет. Насчет этого я не знаю, но я уверен, что ты супергерой. Может быть, вы и сам супергерой? Просто чуток старенький. Слушай, хватит говорить про мой возраст. Это уже начинает меня слегка раздражать. Машина воров! Порошок. Вы со мной идете? Нет. Почему нет? Я уже устал проходить сквозь стены. У меня голова кружится. Ступай, малыш. И помни, настоящий герой рискует лишь тогда, когда в этом есть необходимость. Вы это придумали, так ведь? Сквозь стены! Слушай, ты взял что-нибудь поесть? Потом поешь. Слышишь? Этого хватит на пару хот-догов. Ты реально копилку у ребенка украл? Я в шоке, мужик. Мы же воры, разве не так? Ты что, не мог украсть какую-нибудь другую вещь? Какую, например? Например, золотые часы или ожерелье. Ты будешь покупать хот-дог за ожерелье? Его можно продать, а потом... Здесь лежат монеты, ты слышишь? Попробуй иногда думать с головой. И хватит орать, понял? Это ты орешься! Осторожно! Это что? У него нет ног. Мне плевать. Я с ним разберусь. Марко, нет. Мико? Мико? Марко! Стены скрой! Стены скрой! Пришел? Пришел. Ты в курсе, который сейчас час? У меня ведь нет часов, ты же знаешь. А у меня есть, и я знаю, что час уже поздний. Сейчас ведь каникулы. Но это не означает, что ты можешь допоздна где-то гулять. Ты где был? У своих друзей. У друзей? У друзей. У каких друзей? У обычных. Ну и чем вы занимались? Да так, мы играли. Ладно, я хочу знать, как их зовут. Я играл с подругой. А имя у нее есть? Есть. И какое же оно? Роза. 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 А-а-а. Что это за наклейка? Я решила купить систему охраны с сигнализацией. Сотрудник компании ее установил. Его зовут Антаро. Я могу пойти спать? Конечно, можешь. Может, встретимся в том кафе у пляжа? Конечно, было бы здорово. Мамуль! Ты любишь рыбу? Я тоже. Надо же! Удивительно! Тут мой сын пришел. В общем, увидимся там. Да, пока. Кто это был? Это... просто друг. Знакомый. Почему, когда ты с ним разговариваешь, твой голос... Что? Так глупо звучит. В смысле? Ты любишь рыбу? Я тоже! Надо же! Удивительно! С ума сойти! Ха-ха-ха! Счастливо! Взрослые иногда так говорят. Ай, ты видел эту новость? Один из грабителей сказал, что видел на улице призрака, а потом этот призрак ударил его огнетушителем. прокурор настаивает на психиатрической экспертизе. Он сам виноват. Выходит, что там был кто-то еще, кроме полицейских. У них был такой глупый вид. Ты о ком? О грабителях. Я видел их фото в утренних новостях. Сходим куда-нибудь? Не могу. Я встречаюсь с одним человеком. С Розой? Верно. И чем вы займетесь? Будете целоваться и обниматься? У тебя ведь тоже свидание? В кафе у пляжа? С твоим знакомым? Да он всего лишь мой друг. Вы пойдете в кабинку для поцелуев? Он действительно мой друг, поэтому мы с ним просто поговорим без поцелуев. Так, мне пора кондитерскую открывать. Может, завтра куда-нибудь сходим? Договорились? Что ж, начало неплохое. Ну, а теперь давай возьмемся за дело всерьез. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. ДИКИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Винске. Что? То, что этот Антар встречается с твоей мамой, это не преступление. Я знаю. Используй невидимый порошок с умом. Теперь ты единственный на свете невидимый супергерой. Спасибо. Мадам. Сквозь стены! Я сам все сделаю. А ты отдыхай. Садись. Это приказ. Что ты хочешь сделать? Это будет сюрприз. Ясно. Ой, какой крутой прибор. Класс. Зажигалка просто супер, да? Да. Твоя задача — получать удовольствие. Расслабься. Я могу посуду понуть? С этим я справлюсь сам. Я рад, что ты здесь. Стены сквозь. Бесценная сапфировая тиара жемчужины коллекции Нарантери. Кто же этот невидимый супергерой? Сквозь стены! Копченая речная минога – один из деликатесов Западной Финляндии. Я положу тебе один из самых больших. Уверен, тебе понравится. Можешь добавить лимон, если хочешь. Что ж, попробуем. Она живая, что ли? Ее что, едят сырой? Нет, она копченая. Можешь не переживать. О, это успокаивает. Слушай, я пойду помою руки, если ты не против. Кто тут? Кто тут? Я правильно понял, что в этой комнате находится невидимый супергерой? Покажись. Эй, покажись. Может, обсудим сотрудничество? Отлично. Значит, ты не хочешь идти со мной на контакт. Что ж, очень жаль. Да нет. Ты мне нравишься, но... Я терпеть не могу, миног. Не обижайся. А что здесь случилось? Послушай, может, лучше пиццу заказать? Прекрасная идея. Давай закажем. Отлично. Я сейчас вернусь. Хорошо. Где ты, супергерой? Покажись. Тебе нужна помощь? Я справлюсь. Черт, где же он? Антеро. Я цел. Я цел. Можешь заказать мне вегетарианку? А где же я там гаденыш? Эй! Антеро, что с тобой случилось? Ничего. Я здесь готовил сладкий сюрприз. Если ты не против, я умоюсь. Привет, Винске. Наш невидимый супергерой. Привет, Винске. Эй, ты не спишь? Я должен поговорить с тобой насчет Антеро. Что? Антеро стоит за этой волной преступлений. Он главарь бандитов. Быть не может. Это вовсе не шутка, мам. Я могу это доказать. Я нашел желтые перчатки, когда спустился в подвал. Куда ты спустился? В его подвал. Я был невидимым. Ты опять был невидимым? Я ударил его миногой. Ты что, подглядывал за нами через окно? Нет, я вовсе не... Винске, ты знаешь, что подглядывать за людьми нехорошо? Что ты вообще там делал? Винске. Я знаю, тебе было тяжело, потому что я постоянно была занята своей работой. Теперь я буду проводить больше времени с тобой. Тебе будет не так одиноко. Уйди, оставь меня в покое. Эй, малец! Поезжай дальше, что замер! Сокровища мадам Нарантери находятся в опасности, пока их охраняет эта компания. Какая? А, охрана. Ее владелец, мошенник. О чем ты вообще говоришь, малой? Катись отсюда живей! Нет! 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 Что вы делаете? Субтитры делал DimaTorzok Какой? Извини, я не могу сказать. У меня срочное дело. Господин аптекарь! Господин аптекарь! Господин аптекарь! Привет. А где аптекарь? Её сейчас нет. Она сейчас редко здесь бывает. Большую часть недели она работает в аптеке, которая находится... Мне нужен пожилой аптекарь. Мужчина с седоволосый. Слегка чудаковатый. А, это не аптекарь, а её отец. Он уже давно здесь не работает. Вышел на пенсию много лет назад. Ну, а сейчас он находится в доме престарелых. У него серьёзные проблемы со здоровьем. Он нет. Ты хотел что-то купить? А седоволосый. Скоро. Соматый. По-береги. Скоро. Это не ошибся. Хах. Это не ошибся. Эти. Скоро. Аптекарь, у вас гость. Молодой человек, Винни. Вински. Прости, аптекарь любит проводить время в саду. Но он не сможет с тобой поговорить. Аптекарь, эй, вы меня слышите? Волшебных деревьев больше нет. Бульдозер их уничтожил. Надеюсь, они еще где-нибудь растут. Что мне теперь делать? Я без понятия. Я опасаюсь, что этот мошенник станет маминым мужем. Я ничего не смогу сделать. Но почему мама такая глупая? Аптекарь. Аптекарь. Аптекарь, вы меня слышите? Аптекарь. Аптекарь. Продолжение следует... Как жизнь, малыш? Классный велик. Ты же Винский? Я так и думал. Я друг твоей мамы, Антаро. Она попросила съездить с тобой за мороженым. Хочешь мороженого? Какое тебе нравится? Хотя можешь не выбирать. Я куплю тебе столько мороженого, сколько захочешь. Или шоколад. Выбирай. Ну? Ты не любишь мороженое? Почему ты смотришь на него, как наед? Ну? Вкусно же? Ты можешь мне доверять. Я очень рад, что мы с тобой наконец познакомились. Вы мошенник, я знаю. Ты о чем я честный бизнесмен? Вы обкрадываете дома людей, а потом продаете им сигнализации. Я не понимаю, о чем ты. Могу я задать тебе пару вопросов? Понимаешь, у меня есть видео, в котором ты вдруг исчезаешь, а через некоторое время снова становишься видимым. Откуда ни возьмись, ты появляешься перед моим домом. Хоп! Как ты это делаешь? Это что, какой-то фокус? Ты это делаешь с помощью зеркал? Или... У меня был... невидимый... Что у тебя было? У меня был невидимый порошок. У тебя был невидимый порошок? С его помощью можно проходить сквозь стены. И кто его тебе дал? Может, НАТО? Или ЦЕРН? Аптекарь. Обычный аптекарь? Слушай, может, ты мне немного достанешь? Он закончился. Не обманывай меня. Я вижу, что ты меня обманываешь. Я вас не обманываю. Я понял. Тебе не хватает мотивации, и я могу тебе с этим помочь. В общем, так. Если ты достанешь мне этот невидимый порошок, то я обещаю, что не буду жениться на твоей маме. Что скажешь? Подумай. Что? Разве... Ты еще не знаешь? Я сделал ей предложение, она согласилась. И в этом нет ничего удивительного. Ведь передо мной просто невозможно устоять. В общем, так, малыш. Если ты достанешь мне порошок, то я скажу твоей матери, что передумал. Хотя это и... разобьет ей сердце. Знаешь, меня это не особо волнует. И так, ты дашь мне порошок? У меня его нет. Дай мне этот порошок. У меня его нет. Дай мне порошок, Зева! У меня его нет. А если бы он у меня и был, то я бы ни за что его вам не дал. Биски, потише. Уходите отсюда, иначе я закричу во весь голос, и у вас будут проблемы. Это твой выбор. Увидимся, сынок. Мамуль, ты дома? Я в гостиной. Что скажешь? Мы будем семьей. Я, ты и Антаро. Как тебе платье? Пойдет? Думаю, к нему идеально подойдет логотип компании Антара. Приклеить букву А сзади? Мне следовало сказать тебе раньше. Извини. Вейнский, ты для меня самый дорогой человек. Извините, аптекарь, я слегка заработалась, но вы ведь обожаете проводить здесь время, так что я... если вы хотите, я забудьте. Мне не забудете. Я пойду. Взрыв. Я забуду. Я забуду. Я забуду. Я забуду. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я понял, да, само собой Я нашел еще один пузырек Спасибо Деревья уничтожили Они растут еще где-нибудь Конечно, только далеко отсюда Боюсь, это все, что осталось Я не люблю повторить одно и то же несколько раз Но использую этот порошок с умом Что будем делать? Я должен уехать Куда? Туда, где растут деревья, из которых делают парашюты Вам нельзя уезжать! Почему? Я узнал, что Антера главный преступник И что он хочет жениться на моей маме А еще я знаю, что он хочет Украсть сокровища на Ронтере Но он не сможет попасть в ее сейф без помощи человека Который умеет проходить сквозь стены Отличная работа, Вински Работа не закончена Вински, поверь, ты готов Я в этом не уверен Отбрось сомнения Будь смелее И, кстати Я ведь так тебе и не сказал, почему я тебя выбрал Невидимым супергерой может стать лишь честный, смелый, отважный человек А ты обладаешь этими качествами Так что ты идеально подходишь для этой работы, поверь мне То, что ты в тот день пришел в аптеку, это вовсе не случайность Это были вы! Вы не дали Юса облить меня водой! Вы следили за мной, будучи невидимым? Да, следил Вы нарушали закон Пожилым людям простительно иногда слегка нарушить закон, я считаю Вински, ты теперь супергерой Ты должен следовать собственным правилам Я буду по вам скучать Ты будешь меня помнить Это главное, поверь А теперь Посыпь меня невидимым порошком В последний раз Прощай, Вински Прощайте Скворь Стэнли Скворь Стэнли Скворь Стэнли Рабочее авто вместо лимузина очень изысканно. Спасибо. Знаешь, для чего оно идеально подойдет? Для наших семейных поездок. Это будет супер. Ты еще можешь отдать мне порошок, и тогда твоя мама останется незамужней. Думаете, он у меня есть? И помни, сынок, мое предложение в силе, пока священник не скажет аминь. У вас изо рта пахнет. Тебе решать, приятель. Хорошо подумай, а то пожалеешь. Может, уже пойдем? Лински до сих пор не пришел. Где же он? Где ты был? Я уже собиралась уходить. Извини, принесла? Да. Спасибо. Можешь оказать мне еще одну услугу? Удачи. Где ты пропадал? Захотелось туалет от волнения. Ладно, пойдем. Скорей. Захотелось туалет от волнения. Спасибо. Спасибо. Удачи. Удачи. Мы собрались здесь, в этот чудесный солнечный день, так как сама любовь соединила сердца Кристы и Антера, и сейчас они вступят в священный брак. Сегодня вы отправитесь в волшебное плавание на корабле любви. И я очень надеюсь, что вам удастся избежать штормов и бурь, которые могут подстерегать вас в жизни. Пожалуйста, приступим к церемонии. Криста, согласна ли ты стать законной женой Антера, чтобы быть с ним и в горе, и в радости, пока смерть не разлучит вас? Согласна. Антера, согласен ли ты стать законным мужем Кристы, чтобы быть с ней и в горе, и в радости, пока смерть не разлучит вас? Согласна. Антера? Я не согласен. Что? Я никогда тебя не люблю. Если вы не против, я... Получается! Хватит! Проваривай! Убирай за ума своих! Прошло, как по нотам. А теперь ты увидишь профи за работой. Я знаю, что в особняке на Ронтере никого нет. Сейчас он защищен системой охраны, которую установил я. А вот теперь... Она отключена. Я могу проехать через ворота и войти в дом, но я не смогу попасть... В сейф. Попадете. Ты в этом уверен? Я всегда выполняю свои обещания. Я надеюсь. Не нужно меня подталкивать! Закрой рот. Давай скорее. Видишь? Это единственная в этом городе дверь, которую я никак не могу открыть. А мне обязательно нужно проникнуть в этот сейф. Нет проблем. Это порошок? Угу. И как его применить? Во-первых, надо им голову посыпать. Ладно. Давай. Погоди. А как я узнаю, что ты не врешь? Я сделаю это первым. И вы убедитесь, что я не солгал. Угу. Я стал невидимкой? Нет. Теперь наступите правой ногой на большой палец левой ноги, а потом произнесите волшебные слова. Сквозь стены! Винский. Винский! Я здесь. Молодец. Супер. Моя очередь. Сквозь стены! Я стал невидимым? Да. И что теперь делать? Мы просто быстро пройдем сквозь дверь. Вперед! Один, два, три, четыре! Стены сквозь! Класс! 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 Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- У меня получилось, мама. Твой сынок разбогател. Так, один момент. Отойди. Как мы со всем этим богатством пройдем через дверь? Ты обманул меня? Я вас не обманывал. Нет, ты меня обманул. Я вас не обманывал. Ты меня обманул! Я вас не обманывал, клянусь! Не смей мне врать! Я вас не обманывал, еще раз повторяю. Вы можете вынести эти вещи на себе. Например, в ваших карманах. Когда вы исчезнете, эти сокровища тоже станут невидимыми. Это очень простой способ. Это гениально. Гениально! Наденем все это на себя. Давай скорее. Я готов. Порошок. Живее. Думал, я не стану мстить тебе за унижение, пацан? Ты ошибся. Ты останешься здесь, а я вызову полицию, и она арестует настоящего преступника, то есть тебя. Сквозь стены. Счастливо, лузер! Счастливо, лузер! Сквозь стены! Сквозь стены! Виски! Виски! Эй! Эй! Стой, виски! Я всего лишь хотел слегка разбогатеть сквозь стены! Я хотел разбогатеть сквозь стены! Проклятые виски! Стены сквозь! Серия дерзких преступлений наконец прервалась. Главарь криминальной группировки, который умудрился запереть себя в хранилище госпожи Нарантери, только что был арестован. Им оказался сорокалетний мужчина, проживающий в Хэмстоне. Я не винаю! Это он настоящий преступник! Задержание преступника стало возможным благодаря вот этой бдительной девочке. Роза, каково это быть юной героиней? Я лишь выполняла инструкции, которые мне дал другой человек. Вот так? Значит, есть еще один герой? Есть, но он не хочет раскрывать свою личность. Я понял. Скажем так, это невидимый супергерой. Спасибо, Роза. И спасибо человеку, который предпочитает оставаться невидимым для класса общественности. На этом мой репортаж завершен. Значит, это был невидимый супергерой? Интересно, кто он? И мне очень интересно. Слушай, тебе нравится, Роза? О чем ты говоришь? Она всего лишь подруга. А когда у тебя появится новый ухажер? Шутишь? Меня же только что бросили у алтаря. Ты мне еще спасибо скажешь. Спасибо. Ты молодец. Эй, Антаро! Что? У нас для тебя кое-что есть. Итак, готов, Антаро? Режиссер Юха Буолики. Автор сценария Яри Олви Рантала, Маури Ахола и Юха Буолики. Оператор Кейл Лагераус. Композиторы Лассе Энерсон и Лэри Лескинен. Сида пейвелля, kun сынниin. Пäälli ripatehtiin taikaan pölymään. Систямостенна сэ voiman. Ола тyttö läpinäkyvä. В главных ролях Кура Росси Марти Сосало Пирьо Хейкиле Мико Липилампи Фиона Ивари Сампо Саркола Минка Кустенен Охто Хайскенен Анти Томас Хайкинен Йол Хирванын Хану Пеке Бьоркман Чики Охенве Ханна Майя Нікендер Сесиль Орблер Томас Хайкин Мой пирьо Хайкин Мой пирьо Хайкин К بالчика Мой пирьо Хайкин Антиeed Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok